Турки начали ходеи, Привезти от виду злодеи, За море в жилу, за море в жилу. Корабли наших боятся, Мареку наших страшатся, В море не идут, в море не идут. В море не идут, в море не идут. На Тиму вот князя пришли разум до приказа, Жданых дорогих, Жданых дорогих. Что же такое общественное движение Доброволец? Это открытая площадка для реализации различных проектов со стороны самостоятельных и самодостаточных, как организаций, так и частных лиц. Наше общественное движение пополняется достойными участниками и постепенно перерастает в мощную структуру, которая охватывает все свои общества. Мы развиваемся и стремимся всеми возможными средствами популяризировать и нести людям идеи добра, взаимопомощи и единства. Мы рады приветствовать участников общественного движения Доброволец. Первичная ветеранская организация Ленинского района Колесова Елена Васильевна. Ваши аплодисменты. Совет ветеранов войны, труда и вооруженных сил Орлиновского муниципального округа города Севастополя. Шиховцова Лидия Иларионовна. Ветеранская организация СВОРОДНОЕ. Лысцова Сима Меподиевна. Руководители первичных ветеранских организаций Байдарской Аталины. Орлиная Кавыда Татьяна Герасимовна. Радниковая Майорова Антонина Ивановна и Гончарова Александра Андреевна. Рассашанка Галыкина Любовь Ивановна. Новобородка Пугач Раиса Ивановна. Гончарная Солюк Мария Григорьевна. Первичная ветеранская организация СВОРОДНОВКО. Бутова Надежда Сергеевна. Ветеранская организация поселка Сахарной Головки. Заверюха Александр Иванович. Совет ветеранов ВВС Черноморского флота полковник в отставке Лобов Василий Михайлович. Ассоциация садоводов Севастополя Русталева Людмила Николаевна. АПЛОДИСМЕНТЫ Севастопольская РОУ. Родители детей инвалидов. Особые дети. Представляет заместитель Наталья Большакова. АПЛОДИСМЕНТЫ Функциональное подразделение общества опора Севастопольского Всероссийского общества инвалидов. Ющенко Светлана Геннадьевна представляет его. АПЛОДИСМЕНТЫ Функциональное подразделение общества больных рассеянным склерозом Севастопольского Всероссийского общества инвалидов. Кутузова Тамара Петровна. АПЛОДИСМЕНТЫ Руководитель поискового отряда «Чайка» организации «Подвиг». Член Ассоциации национальных меньшинств Крыма. Почетный житель Балаклавы Гурова Анастасия Августовна. АПЛОДИСМЕНТЫ Общество с ограниченной ответственностью «Севпрод». Руководитель общественного движения «Доброволец» на северной стороне Богородская Оксана Степановна. АПЛОДИСМЕНТЫ Магазин «Патриот». Тобыча Роман Николаевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Юридическая компания «ЩИТ» представлена Эмиль Эктибарович Алиев и Антон Андреевич Мамедов. АПЛОДИСМЕНТЫ Крымское региональное отделение «Союзов казаков, воинов России и зарубежья». АТОМАН Юрченко Сергей Николаевич. АПЛОДИСМЕНТЫ УДОТ Александр Васильевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Особый севастопольский обрук Терского казачьего войска Голиков Сергей Петрович Атаман. АПЛОДИСМЕНТЫ Федерацию «Джидо» представляет исполнительный директор Семенихин Роман Сергеевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Федерация фигурного катания директор федерации «Чумах» Алексей Федорович. АПЛОДИСМЕНТЫ Отдельно мы выделяем членов семей, потерявших кормильцев в конфликте на юго-востоке Украины. Это члены и волонтеры-добровольцы, которых мы всегда и везде обязуемся поддерживать. Ваши аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Охранное предприятие «Страж». Его представляет соучредитель Червенко Сергей Владимирович. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы не забудем наших волонтеров. Это волонтерская группа общественного движения «Доброволец». Ваши аплодисменты. Их мало, но они в тельняшках. Сеть социальных магазинов «Чиполина». Рынок всех привоз. Ющенко Павел Анатольевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Популярный наш помощник и партнер. Экопарк «Глукоморье». Помогалов Николай Николаевич. АПЛОДИСМЕНТЫ К сожалению, дорогие друзья, не все наши участники смогли сегодня быть здесь. И не всех мы называем, само собой разумеющиеся. Но аплодисменты всем-всем-всем вам. Мы также хотим представить вам почетных гостей, которые присутствуют здесь у нас сейчас. Это член Совета Российской Федерации от Севастополя Андрей Николаевич Соболев. Ваши аплодисменты. Депутат Законодательного Собрания города Севастополя, секретарь Исполнительного Комитета Севастопольского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Борис Дмитриевич Колесников. А также депутат Законодательного Собрания города Севастополя Татьяна Анатольевна Вусатенко. АПЛОДИСМЕНТЫ Отдельно мы хотим выделить наших друзей, ну, присутствует пока один, но тем не менее. Государственное бюджетное учреждение «Севастопольский дом-интернат» для престарелых и инвалидов. Директор Ганчева Яна Юрьевна. Дорогие друзья, для оценки деятельности общественного движения «Доброволец» я хочу пригласить на эту сцену нашего друга, депутата Законодательного Собрания города Севастополя Татьяну Анатольевну Вусатенко. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие участники конференции, дорогие участники общественного движения «Доброволец» очень часто приходится выступать на торжественных мероприятиях. А сегодня хочется особо по-семейному сказать спасибо организаторам движения Дмитрию Сергеевичу Голикову. Позже я познакомилась с Николаем Николаевичем Помогаловым, Леночка Солдатова, Дима Молчанов, благодаря которому мы увидели сегодня этот замечательный фильм. Проходят дни, мы по череде по своей забываем о этих добрых делах. И хорошо, что вот Дима ведет хронику. Дорогие мои, о севастопольцах много говорят, насколько это геологический город, и как он может бороться за право. Но забывайте иногда о том, что мы еще очень щедры душой. Это очень важно. Мне иногда хочется сказать, вот посидела в зале, посмотрела, возьмите вот просто друг друга за руку на секундочку. Вы видите, какая там мощь. И это все Дмитрий Сергеевич Голиков смог совместно со своими сподвижниками организовать. И чтобы никто в трудную минуту не оставался один. А для меня, я еще раз повторю, большая честь быть приглашенным на все мероприятия, быть гостем, почетным приглашенным. Правда, я волнуюсь очень сильно и в свою очередь обещаю, что всегда готова принимать активное участие во всех мероприятиях. Дима, Лена, Дима, все спасибо большое всем сподвижникам. Севастополь – это замечательные люди. Они очень и другие души. Спасибо. Спасибо большое. А я хочу предоставить слово основателю и руководителю общественного движения «Доброволец» в городе Герой Севастополя Дмитрию Сергеевичу Голикову. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Фильм, я, честно сказать, я вообще вышел, потому что, ну, неудобно чуть-чуть даже получилась. Такое ощущение, что какой-то... Ну, и неудобно. Хочу сказать. Я хочу сказать, что все... Все, что у нас получается, это получается благодаря тому, что мы совместно работаем. Да, вот неравнодушные люди находят друг друга, притягивают друг друга. И я хочу заострить внимание, что очень важно иметь неравнодушных людей среди власти мужчин. И эти люди нам помогают. Они есть реально, они нам помогают. И вот без всякого, говорю, они находятся в этом зале. Спасибо. Предыдущая партия Елена Алексея, Татьяна Анатольевна, Гусатина. Это люди, которые, честно сказать, мне даже как-то я забываю, что это депутаты. Причем такого высокого ранга. Для меня это мои друзья, которые... Ну, пока мне не приходилось именно как-то с ними взаимодействовать в роли каком-то деловому. Мы именно постоянно в дружеской атмосфере. Еще раз благодарю и благодарю всех за то, что собрались, приехали, в рабочий день уделили. Большое вам спасибо. А, и, извиняюсь, хотелось бы передать слово Борису Дмитриевичу Колесеньку. Добрый вечер. Друзья, ну, только что нас Дмитрий назвал власть имущими, это не совсем так на самом деле. Вот, мы действительно друзья. И несколько раз посчастливилось принимать участие. Я не кокетничаю, я действительно говорю слово посчастливилось. Принимать участие в мероприятиях, проводимых общественным движением доброволец. Но почему посчастливилось? Потому что, видишь, приветствую назад людей, такое бескорыстие, желание делать добро, творить добро и так далее. И это не подкупает, это просто притягивает. Притягивает и хочется, насколько это возможно, помочь им. И сегодня, сегодня мы просим вас поддержать следующее. Мы, как партия «Единая Россия», инициировали подписание, соглашение о сотрудничестве, о постоянном сотрудничестве с общественным движением доброволец. И готовы его сейчас подписать. Если вы, конечно, это дело поддерживаете. Я так понимаю, спасибо. Спасибо. И еще два слова вам скажу. Я знаю, для чего еще один пункт конференции. Поддержка одного из кандидатов в депутаты в Государственную Думу, который сейчас проходит предварительное партийное голосование, которое проводит партия «Единая Россия». Он перед вами. Это герой России, летчик-космонавт, полковник, почетный житель города Исмостополя Антон Николаевич Каплев. Спасибо. Я хочу сказать, что я уверен в вашем выборе и полностью его одобряю. Но хочу уже сейчас, как должностное лицо, как секретарь партии, сказать следующее. Что 22 мая, когда будет предварительное голосование, а здесь сидят лидеры общественного мнения в основном, ну, если по-простому, это по-нашему, если по-простому, активные люди, которые точно придут в 22 мая на избирательные участки, я вас попрошу упомнить о том, что выразив поддержку нашему кандидату, вы имеете полное право, у нас их там будет 19, поставить галочку еще напротив любой фамилии, кто-то вам нравится и так далее. Поэтому, ну, это уже маленькое отступление. Итак, с вашего разрешения мы сейчас маленькую торжественную процедуру, мы проведем подписание соглашения. Спасибо большое за аплодисменты, а мы предоставляем слово члену Совета Российской Федерации от города-герой Симастополя Андрея Николаевича Соболева. Дорогие друзья, май очень тяжелый месяц. Вы знаете почему? Вам не объяснять. Мы не живем давно в этой стране, в этом русском мире. Он начинается у нас 1 мая, и долго-долго не заканчивается этот месяц, когда у нас в горле слезы, когда у нас слезы радости, когда масса событий. И этот май такой же, он непростой. Ну, знаете, по горле мая мается и так далее, и так далее. Действительно, в этот месяц многое проявляется для нас. Во-первых, это закладывается урожай, закладывается дела на год, на лето. Для нас, к крыльчам, все отобраться в лето – это особая пора, когда мы действительно можем как-то себя реализовать, не обязательно занимаясь хорошим бизнесом. И вот в этой череде всех событий, которые на нас надвинулись, начиная со светлого дня, 6-го воскресенья, вот сегодняшний день для меня – это не слова по случаю, не кокетство какое-то, это действительно день очень потрясающий. Есть понятие – тихо молись, не на виду, делай дела тихо, хорошие, Бог вас даст, я полностью разделяю этот тезис. Но наше время, когда нас захлестнуло потоками просто негативизма, с экранов телевизоров, страниц газет, в быту, когда мы открываем новости, сплошной криминал, какие-то неприятные события, горят леса и так далее, и так далее, и так далее. И мы в этом живем, начинаем считать людьми такими всех. Это происходит самопроизвольно, психологический такой прием. И когда появляются факты настоящих, доблестных, честных людей, которые все-таки большинство, они говорят, что это, мы почему-то забываем о них говорить. Я думаю, о громко, о делах хороших, говорить еще громче, еще чаще, еще сильнее, чтобы рядом растущие с нами дети, наши соседи, наши старшие, наши старики понимали, что не все ту грязь, которую нам демонстрируют наши СМИ иногда, наша киноиндустрия, наша литература, которую можно кавычкать иногда литературой, а есть люди, которым хочется поклониться низко в пояс. Прежде всего, это вам. Всем собраться здесь, которые делают бескорыстные дела. Бескорыстные дела. И, коль скоро мы здесь еще обсуждаем третий вопрос, я хочу сказать, что город наш, уже говорили сегодня об этом, и Татьяна говорила, город наш настолько велик, что мы, это проживая жизнь, никогда не понимаем о величии. Вот, когда лицом к лицу лица не увидали, большое вид на расстоянии, говорил поэт. Вот, в нашем городе произошли масса-масса событий, которые вывели его на международную орбиту, на мировой тренд, как сейчас говорят. Город по многим параметрам и постасям действительно велик. И это не только Великая Отечественная война, это много других примеров в области культуры, литературы, науки. И вот, мне очень радостно сегодня, вот в этой череде всех событий, понимать, что еще один факт великий для города есть, что из числа пока немногого в мире космонавтов, героев, это не просто люди, которые дальше прыгнули, громче крикнули, много в мире соревнований проходят, различные. Это люди, которые сделали огромный вклад в цивилизацию. Есть наша земляк, родной нам человек, который вырос на этих берегах, ходил, знаю, по дентропам, ходил на территорию площадки, занимался в спортзалах, он сидит сегодня среди нас. Это Антон Николаевич Шкафов, герой, почетный гражданин города. И я думаю, что присутствие его вот в этом мероприятии, на этом событии, которое разрывает тебе сердце, разрывает тебе сердце, это очень знаковая вещь. Очень знаковая вещь. Прославлять город можно по-разному. Можно тихим делом, принося продукты пенсионеру, инвалиду, помогая ему устроить жилье. А можно прославить город, который сегодня, против которого с меня ополчился весь мир, против Севастополя. И в России не все рады, поверьте мне, я сегодня много проезжу. Есть такие, которые из-за вас в этом чего-то решили, из пармезана, или поездок в Турцию. А вы все люди, которые заставляют звучать высоко слово Севастополь. Я хочу всех поблагодарить. Антон Николаевич пожелать здоровья, успехов в этой гонке, по-другому этого не назовешь, вы видите, боится в Севастополе. Все вас приняли это как олимпиады. Ну и слава Богу, мы победили в олимпиаде. И еще раз Севастополь докажет, мы честны, добры и справедливы. Спасибо. Дорогие друзья, конечно же, присутствующие в заде, как члены общественного движения Добровольца, так и наши гости, хотят не только увидеть, но и наверняка услышать нашего почетного гостя, летчика-космонавта, героя Российской Федерации, почетного гражданина города-герой Севастополя Антона Николаевича Шкаплева. Добрый день. Собравшись здесь мои земляки, мои друзья, севастопольцы. Немножко припоздал по общественным делам, только что с северной стороны приехали прекрасные три нашей спортивной школы, закончили соревнования. Маленькие девочки от 4 лет получали сегодня первые свои призы, первые медали, золотые медали за первое место. Знаете, было приятно видеть, что у нас в городе такая сильная только художественная школа, я имею в виду говорить только о ней, о том массовости и всего остального. То есть, ездя по городу, встречаясь с коллективами, с людьми, я вижу, что город живет, живет нормально, и все, что пишут западные СМИ и американские средства о том, что все у нас плохо, мы тут загибаемся, севастопольцы, но несмотря даже на то, что и свет, и воду отключают, и все, что можно, и блокируют, Севастополь живет, Севастополь живет и будет жить. И дай Бог вам всем здоровья, всего самого-самого наилучшего. Конечно, хотелось бы затронуть работу общественной агентации «Доброволец». Ну, правильно, уже многое передо мной сказано было, что одно дело говорить, хлопать, а другое дело выходить точечно. 250 человек, вроде немного, для одной организации это считается достаточно правильно было сказано в фильме. Если бы по 5 человек каждому нашему бизнесмену в Севастополе, я думаю, вообще, вот эта прослойка населения, которая нуждается в чем-то, которая ограничена в движении, здоровье, этим бы проблем не было. И самое главное, что благодаря этим людям мы видим этих людей, которые что-то нуждаются, потому что действительно они вот годами сидят дома, представьте, сидеть дома, годами, и вообще не выходить из четырех своих стен, потому что нет возможности, нет коляски инвалидной, нет условий, чтобы на ней проехать. А здесь людям помогают, обретают им надежду, мечту, может быть, даже кому-то помогают здоровьем. Вы видели сами, да, как они со слезами, радости, естественно, видят, как к ним приходят хотя бы раз в месяц и их навещают. Это очень большого стоит. Это говорит о том, что мы, Севастопольцы, мы неравнодушные люди и всегда в трудные минуты придем всем на помощь. Поэтому желаю организации дальнейших успехов, конечно же, расширять свои возможности, включать как можно больше людей, ну, скажем так, бизнесменов и вообще неравнодушных людей, которые могут чем-то помочь финансами я не знаю, какими-то вещами, просто прийти, поговорить. Иногда, знаете, достаточно психологической поддержки прийти к человеку, вот, поддержать его в трудную минуту. Это тоже надо уметь. И вот, как говорила в фильме Наталья, вот она мечтает стать психологом, не только чтобы своего сына поднять и поддержать его, а чтобы и другим помогать. Потому что она действительно правильно говорит, она на своем горе это все прекрасно понимает. Еще раз вам удачи, успехов новых, ну, а, товарищи сиротопорцы, вам только добра и самое главное, мирно, где-то надолго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.